Европейская комиссия представила предложение ввести специальные ковид-паспорта, которые позволили бы жителям ЕС свободно перемещаться между странами, не тратя время на двухнедельный карантин. Еврокомиссия надеется, что цифровой зеленый сертификат удастся ввести в июне. По этому плану, каждое государство все равно будет принимать собственные карантинные меры или послабление в зависимости от ситуации в стране. Но власти не смогут делать разграничения между собственными гражданами и приехавшими в страну на время, когда речь идет об ограничениях в связи с пандемией. Некоторые страны ЕС в прошлом возражали против введения так называемых прививочных паспортов, опасаясь, что они могут привести к дискриминации. Например, ими не смогут воспользоваться молодые люди, которые в соответствии с порядком ЕС все еще ждут вакцинации. Первыми прививки получают люди старшего поколения. В Европейской комиссии заверили, что всячески хотят избежать любой возможной дискриминации. План еще должен быть одобрен государственными членами ЕС и Европейским парламентом. Но, например, Австрия хочет ввести такие паспорта даже раньше июня. Абдемь, в котором уже 65-летели паспорта, которые это хотят, мы erlecemos более активно, потому что особенно оттенны люди часто часто ущутся в тяжелых паспорта. Поэтому мы очень bewusst в Сомерах системы, которые нам уже помогут, возможность 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 получить свободу. Мы сегодня в Министерстве еще раз на гражданском пассе – это проект, который сейчас также на европейской уровне порангетрибен, возможность, чтобы люди, которые отмечены, 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 отмечены и отмечены, живут полностью свободно. Израиль, Китай, Бахрейн и еще несколько государств уже ввели систему вакцинных сертификатов. ЕС заявляет, что работает Всемирной организацией здравоохранения над тем, чтобы европейские зеленые паспорта были признаны в других странах тоже. Но ВОЗ относится к идее с большой настороженностью, поскольку в бедных странах вакцины доступны далеко не всем. Туристическая отрасль в Европе, как и в других частях света, особенно пострадала от ограничительных мер. Многомесячный карантин больно ударил по гостиничному и ресторанному бизнесу. На острове Гран-Канария, где туристический сезон всегда продолжался круглый год, с ужасом подсчитывают убытки. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что не может дождаться ввода зеленых сертификатов. Я только не люблю паспорта знаку, потому что, evidentно, в данном случае чемпионате, я думаю, что на скаметне различных странах в европейских странах будет реглена без рамки, и, в к тому же, нам нужно, как правило, что-то, как, как вы сказали, легко отбудить, как говорит, это быстрее. И, к тому же, что для демизора с симптома, как утром есть технив средства в сеге. Мне нужно учитывать, что, с точки зрения насадки до сих пор, гласного, но, для всех, そриентства и в ВОЗ, и в большом случае с темпе, В предложении Еврокомиссии указано, что новый сертификат будет выдаваться только тем, кто получил одну из вакцин, утвержденных Европейским агентством лекарственных средств. На данный момент это Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Российский спутник 5 и китайский Sinovac и Sinofarm пока в этот список не входят. Однако, в соответствии с планом, власти государств-членов ЕС смогут самостоятельно для своих территорий выдавать зеленые сертификаты для других вакцин.